Добрый день! Новости на канале БТБ с 4 и до вечера. С вами я, Оксана Гуцайт. Сегодня украинская армия способна и готова защитить границы государства. Об этом заявил Петр Порошенко на совещании с руководителями силовых ведомств. Если события начнут разворачиваться вопреки мирному плану, то украинские вооруженные силы сегодня могут дать отпор, подчеркнул президент. Он также заверил, что Украина всегда отстаивала позицию мирного урегулирования ситуации на Донбассе и приложила максимум усилий для того, чтобы не допустить эскалации. Никаких оснований для паники не существует. Мы разработали и за последние два месяца воплотили в жизнь серьезные шаги по подготовке наших вооруженных сил. Других подразделений для защиты Украины. Мы видим решение вопроса отдельных районов Донецкой и Луганской областей исключительно политическим, мирным путем. Мы имеем силы и средства для того, чтобы защитить государство. Порох нужно держать сухим. Все решения по проведению реформ в стране нужно принимать консолидированно в кабинете главы государства при участии премьер-министра и председателя Верховной Рады. И единую согласованную позицию должна поддержать сформированная парламентская коалиция. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он также подчеркнул, что перед новым правительством будет стоять пять задач. Главнейшая из них это нацбезопасность и реформирование военно-промышленного комплекса. Национальная оборона и безопасность, реформирование украинских вооруженных сил и оборона военно-промышленного комплекса. Новое вооружение, новая система управления вооруженными силами, новая логистика и построение украинской армии, которая сможет остановить российскую агрессию и защитить украинских граждан. Сейчас это задание номер один. И именно от того, насколько мы будем эффективными в прекращении агрессии, зависит все, начиная от развития экономики инвестиций, заканчивая успехом реформ и ощущением граждан уверенности в завтрашнем дне. В завтрашнем дне. Украина будет искать политического решения вопроса по возврату захваченного террористами Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию. По его словам, главная причина поиска урегулирования конфликта – это забота о мирных гражданах, которые могут пострадать во время военной операции. Глава МИДа подчеркнул, что правительство намерено и далее придерживаться режима прекращения огня. Но если боевики начнут атаку, то украинские силовики дадут достойный отпор. За последнее время боеспособность армии значительно повысилась. Но, учитывая экономическую ситуацию в стране, Павел Климкин заявил, что Украине, которая противостоит агрессии России, в ближайшее время снова понадобится дальнейшая финансовая помощь Запада. Контрразведка СБУ на подконтрольной украинским силам территории Донецкой области задержала бандформирование в составе трех боевиков. Установлено, что ее главарь с позывным «47-й» был завербован сотрудником российской спецслужбы и прошел специальную подготовку в городе Таганрог Российской Федерации. По заданию кураторов из московских спецслужб, боевики готовились совершить теракты близ Мариуполя. У членов преступной группы изъято ручной противотанковый гранатомет, четыре гранаты, свыше 15 килограмм химических смесей для приготовления самодельного взрывного устройства и элементы дистанционного управления к ним. Следственные действия продолжаются. Путин сорвал мирное соглашение и нарушил целостность Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йонс Столтенберг в интервью немецкому изданию «Бильд». По его словам, президент России нарушил перемирие, отправив очередную партию военных и техники на Донбасс. Глава НАТО заявил, что Альянс полностью поддерживает Украину. Дипломат подчеркнул, что украинскому конфликту нет военного решения. По его мнению, выходить из ситуации нужно дипломатическим путем, придерживаясь минских договоренностей. Столтенберг подытожил, что Альянс предоставил Киеву пять каналов финансирования через трастовые фонды. Ключевыми вопросами на саммите «Большой двадцатки» станут ситуация в Украине и глобальная экономика. Об этом заявила канцлер Германии во время визита в Новую Зеландию. По ее словам, лидеры обсудят проблемы создания новых рабочих мест, выявления налогового мошенничества и усиления мировой экономики. Кроме того, немецкий политик не исключает возможности проведения двусторонней встречи с президентом Владимиром Путиным. На вопрос, не беспокоит ли ее присутствие кораблей России у берегов Австралии, канцлер ответила, что ее больше волнует нарушение Кремлем территориальной целостности Украины и несоблюдение минских договоренностей. Напомню, в Брисбене 15-16 ноября состоится саммит «Большой двадцатки». Мировые лидеры уже начинают прибывать в Австралию на форум. Я рассчитываю на то, что в Австралии мы обсудим, как достигнуть роста в нынешней экономической ситуации. Мы также однозначно будем обсуждать неприемлемое поведение России по отношению к Украине. Меня волнует несоблюдение минских договоренностей. Я обязательно подниму этот вопрос на саммите. Венгрия и Словакия решили поддержать санкции Евросоюза против России. Настроение лидеров стран по отношению к Москве изменилось из-за продолжающейся эскалации напряженности на востоке Украины. Теперь в этих странах, имеющих сильные экономические связи с Россией, готовы поддержать дополнительные шаги ЕС в отношении Кремля. Ранее Венгрия высказывалась против ограничений и после нескольких санкционных шагов Евросоюза власти страны все же заключили соглашение о строительстве газопровода «Южный поток», который позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины. Опасения Братиславы по поводу экономических последствий для Словакии после расширения антироссийских санкций также не скажутся на решении правительства. Руководство Словакии все равно решило поддержать новые меры. Российскому олигарху Владимиру Евтушенкову продлили домашний арест до 16 марта 2015 года. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Евтушенкову по-прежнему запрещено выходить без разрешения, отправлять почтовые и телеграфные сообщения, общаться с кем-либо за исключением близких родственников и защитников по делу. Напомню, одному из богатейших бизнесменов в России обвиняют в организации отмывания денег при покупке акций «Башнефти». Следствие полагает, что акции купили в 2009 году по заведомо заниженной цене. А за время домашнего ареста Евтушенкова, то есть 16 сентября, их изъяли в пользу государства. Украина заинтересована в продолжении посреднической миссии ЕС в газовых переговорах с Россией об условиях поставок голубого топлива в летний период следующего года. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Прона. С просьбой выступить посредником на переговорах с «Газпромом» глава украинского Минэнергоугля обратился к вице-президенту Еврокомиссии Марашу Шевчевич. Он находится с визитом в Киеве. Напомню, трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-ЕС-Россия завершились 30 октября подписанием в Брюсселе так называемого «зимнего пакета», в котором закреплены условия поставок газа до конца марта будущего года. Одновременно в стокгольмском арбитраже продолжается рассмотрение взаимных исков нафтогаза Украины «Газпрома» по подписанным в 2009 году газовым контрактам. Украинский вопрос станет главным в повестке дня предстоящего заседания Совета иностранных дел ЕС. Оно запланировано на 17 ноября в Брюсселе. В ходе заседания внимание будет уделено трем основным вопросам. Прежде всего, речь идет о том, как обеспечить мир на востоке Украины, в том числе выполнение минских договоренностей и контроля над границей. Второй блок вопросов – осуществление реформ в Украине. ЕС собирается посодействовать реализации реформ, касающихся административной, политической, социальной и других сфер. Третий блок вопросов связан с возможным усилением санкций против России. Украинский аграрий получит кредит на 6 миллионов долларов. Его предоставит американское агентство по международному развитию. Об этом сообщил директор миссии агентства в Украине Джед Бартон. Для этого оно запустило программу партнерства с пятью украинскими кредитными союзами. Она рассчитана на 8 лет. По мнению Джеда Бартона, данная стратегия – это шанс для малых и средних сельхозпроизводителей, которые сейчас переживают не лучшие времена. Так, получая помощь от кредитных союзов, они смогут не только увеличить свою эффективность, но и использовать современные технологии, которые раньше были им не по карману. Мы уверены, что расширение кредитования на коммерческой основе будет стимулировать акропроизводство в Украине. Эти пять кредитных союзов представляют и Восток, и Запад, и Юг Украины. Наш проект выделяет около 6 миллионов долларов на поддержку этого партнерства. Это уникальный проект, который направлен на увеличение эффективности сельского хозяйства, которое будет применять современные технологии и наращивать качество. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok